Всем привет! Сегодня у нас на обзор твердотельный накопитель WD Green объемом 120 гигабайт, но использовать можно лишь 111. Остальное пространство выделено под SLC Cache. Этот накопитель находится в низком ценовом сегменте и, как вы видели, он стоит 1900 рублей. Western Digital достаточно известная компания и она знакома каждому пользователю. И занимается она созданием и разработкой памяти для типовых компьютеров, большой известностью этой марки и привлекает данная модель накопителя. Но на самом деле от Western Digital здесь совсем немного, так как данная компания в 2016 году приобрела активы компании SanDisk, которая занималась разработкой и реализацией флэш-памяти. И получилось так, что модель WD Green получила микросхемы от SSD SanDisk+. Небольшая техническая минутка. Данная модель собрана на контроллере Silicon Motion SM2250. Базируется он на 32-битном RISC процессоре. У процессора отсутствует DRAM буфер, а также имеется технология коррекции ошибок LDPC ECC, что продлевает жизнь памяти. Работает данный процессор в четырехканальном режиме. В данном накопителе используется SLC кеширование. Эта технология эффективна при работе с большим объемом данных. И, как я говорил, под эту технологию выделено 9 гигабайт свободного пространства накопителя. У SanDisk Plus было два типа памяти. Это MLC NAND и планомерная TLC. Флэш-память здесь также от SanDisk. И собрана она по 15-нанометровому техпроцессу. И данная модель получила второй тип памяти – планомерной TLC. WD Green все же имеет ряд оптимизаций по сравнению с SanDisk Plus. Но все равно остается достаточно медленным по сравнению со среднестатистическими SSD. Это можно проверить, взглянув на характеристики случайного чтения. В накопителе реализован SATA 3 интерфейс и имеет следующий параметр быстродействия. Скорость последовательного чтения 540 МБ в секунду, а скорость последовательной записи 430 МБ в секунду. Так заявлено производителем. И если проводить тесты на хорошо укомплектованных стендах, то в принципе эти данные почти что совпадают. Стоит отметить, что данный накопитель имеет свою фирменную утилиту под названием SSD Dashboard. Утилита базируется на уже существующей, лишь слегка с измененным интерфейсом. Но в любом случае она позволяет получать нам всю необходимую информацию о работе SSD, а также проводить смарт-тесты и многое другое. При прохождении диском синтетических тестов мы можем выяснить одну неприятную особенность. При общей высокой скорости есть уменьшение скорости в мелкоблочных операциях, что конечно не очень приятно. В моем пользовании, наверное уже более года, находится один из твердотельных накопителей. Это Kingston A400. По ценовому сегменту, WD Green и Kingston A400 находятся в одной категории. И их стоимость абсолютно одинакова. Если провести небольшой сравнительный анализ согласно тестам, то мы можем выяснить, что A400 будет чувствовать себя немного лучше в своей работе и производительности. Также бытует спорное мнение, что конкуренты на китайском рынке, то есть SSD по гораздо низкой цене, не уступают накопителю WD Green или вовсе показывают себя лучше него. Что касается дизайна, выполнен он в зелено-белых тонах, то соответствует приятному природному стилю и радует глаз. Корпус выполнен из пластика, а также здесь применена безвинтовая сборка. И на мой взгляд, все это выглядит хрупко и ненадежно. А также пластик не может выполнять функцию охлаждения микросхем. Несмотря на все вышеперечисленное, диск способен на нормальную работу. Если же, конечно, не гнуть его специально. А также системе охлаждения он не нуждается, так как прекрасно работает на нормированных рабочих температурах. Какой же вывод мы можем сделать? Несмотря на то, что данный накопитель – это овечка в волчьей шкуре и имеет небольшое отношение к компании Western Digital, за исключением некоторых оптимизаций, накопитель показывает неплохие результаты в тестах, а также значительно ускоряет работу вашего компьютера, особенно если вы перешли с жесткого диска на данный SSD. Вы будете приятно удивлены, как стала быстро загружаться операционная система, а также быстро стали загружаться игры и подгружаться различные локации в них. Не стоит забывать, чтобы получить хотя бы какие-то приличные результаты от данного SSD, как и от любых других. Во-первых, необходимо иметь материнскую плату компьютера или ноутбука, поддерживающую SATA 3 интерфейс. Второе, в BIOS обязательно необходимо включение ACHI режима контроллера. И третье, в самой операционной системе необходимо включить Trim режим, если он еще не включен. На вопрос, стоит ли покупать данный накопитель, четкого ответа нет. Несомненно, WD Green считается бюджетным, но не дотягивает до конкурентов в низком ценовом сегменте. И личное мое мнение, если бы я выбирал себе накопитель, то я бы себе приобрел лучше А400. Ну и на этом все. Надеюсь, что вы найдете данный обзор полезным и решите для себя, нужен ли вам этот накопитель. А я с вами прощаюсь, всем пока!